Павел Федоров Сегодня в программе используем доступные запчасти при ремонте водительской двери Fiat Ducato Большой тест маленьких пылесосов И устраняем посторонние шумы под капотом ренолога Ну что, Шлав, приступим Давай, давай, Паша Что это у тебя опять какая-то в руках за палка-ковырялка? Да, Паша, вот с этой палкой-ковырялкой мы быстраивались с тобой в Анапе гораздо быстрее Ты помнишь, как мы ремонтировали дверь, которую нам дети сломали? Ну, как всегда, с помощью молотка, крепких слов и подручных средств И главное, советов бывалых Там очень интересные есть решения Слав, а разве тебе не мужики в сервисе помогли? Да нет, Паш, это ты мне помог Помнишь, как ты мне возил по магазинам? И мы нашли все-таки деталь, которую бывалые могут использовать в своих решениях, ремонтируя двери Паша, я сейчас покажу, как это мы с тобой сделали Ох, я думаю, сейчас маршрутчики возьмут этот совет на вооружение Где еще двери-то отрывают, как ни маршрут Ну да Это приключение случилось совсем недавно Вместе с Павлом, когда мы поехали кататься на кайтах Взяли, конечно, жен, детей Это все-таки юг И пока мы ездили туда-сюда Наши дети устроили здесь большие игрища, вот в этом автомобиле Ну и как обычно это бывает, конечно, они сломали ручку двери Ну знаете, один тянет вот здесь, другой тянет внутри Там что-то шпок, и ничего не закрывается и не открывается То есть я вот сейчас, смотрите, не могу открыть дверь Вот изнутри Могу это сделать только снаружи Ну мало того, когда я открыл снаружи дверь Я не мог это закрыть ее потом, дверь, вот так То есть она перестала вообще закрываться То есть вообще никак Это нас несколько озадачило Но не сильно Потому что мы бывалые Мы знаем те советы, которые нам присылают И мы решили применить наш опыт В настройке и в ремонте вот этой двери Смотрите, как мы это сделали Конечно, мы с Павлом Федоровым возим с собой инструмент Ну минимальный набор Торксы Набор отверток Набор шестигранников Ну, в общем-то, головок совсем такой минимальный И этого, в общем, достаточно для того, чтобы сделать мелкий ремонт Мы этим и воспользовались Ну вот она, собственно, и проблема Смотрите Вот видите, вот этот тросик Которая ручка должна дергать Вот эта ручка Вот она Он, естественно, выскочил Мы должны теперь сам механизм снять Вот в чем была проблема Вот эта штука Вот этот крючок Которым ручка и тянет Он Должен быть зафиксирован Вот в этом рычаге Открывающем, за который тянет ручка Вот с помощью такого пистона Смотрите как Вот так он должен был зафиксирован Смотрите, вот он зафиксирован И вот здесь один усик Он обломился Ну, раз он усик этот обломился Ну, что, собственно, пластмасс Любой ребенок это сделает на раз-два В чем мы и убедились Вот за этот усик, собственно И когда потянули за ручку Вот этот крючок и выскочил Что с Павлом мы придумали Поехали с Павлом в ближайший магазин Там вы знаете, что обнаружили Обнаружили вот такие фиксаторы Нескольких типов Которые продают за копейки За 10 рублей А вот такое нам объявили Ждать нужно примерно месяц Ну, когда его доставят морем Или самолетом И будем пробовать ставить Ну, прежде всего, мы его Вставляем сюда Вот он, фиксатор на месте Теперь наша задача Крючочек одеть туда Вставить Он несколько с усилием встает Но, тем не менее, смотрите Все хорошо зашло И мы его вот здесь зафиксировали Смотрите, какая удача Деталь стоит на месте Не хуже, чем родная А может быть, даже лучше Потому что материал чуть-чуть мягче И податливый Я думаю, что на морозе он будет лучше держаться И все Теперь мы соберемся в обратном порядке И детей уже ругать не будем Павел, боюсь спросить Зачем тебе вот такой вот агрегат? Где бывало его могут использовать? Это настоящий измерительный прибор Две ночи труда потрачен на создание его Это только верхняя часть Еще есть основание Сюда также крепится рулетка Это точнейший измерительный прибор С помощью которого мы будем тестировать Автомобильный пылесос Ты знаешь, у меня был такой автомобильный пылесос? Интересно их проверить Но на первый взгляд это была такая ерунда А вот и проверим? Давай Подключаем первый образец Модный импортный пылесос Вот такой вот конструкции Поехали Давай Сколько? Паш, 44 44 Следующий вот такой вот китайский агрегат Этот бестолковый Я бы его даже проверять не стал Зато он компактный, если честно Я даже проверять не бы не стал Правда, через переходник Отлично А здесь я буду придерживать Все Чай 48 Рыбай Не так плохо, оказывается Посмотри, он оказался даже лучше Мощнее нашего фирменного пылесоса Ну и последний участник нашего теста Пылесос Smart Power О, это тот, что делает зарядки, да И компрессоры Та же контора Фишка его, кстати, в том, что здесь Мусор выбрасывается очень оригинальным образом Нажимаете сверху кнопку Открывается вот такой люк Любопытный Кстати, очень удобно Прямо над нозерным баком открываете И все выбрасываете Очень удобно И еще одна фишка Вот здесь есть светодиодный фонарь То есть, когда вы работаете где-то В нишах автомобиля Можете себе это все подцветить Там даже в солнечный день плохо видно А фонарик очень не будет Я думаю, попробуем его напрямую Да, давай Есть Отходит? Да, и фонарь горит И фонарик горит Ну что, давай, проверяем Майя О, Павел, вот это результат Сколько? 56 56 сантиметров Ну что, результат налицо Это победитель нашего теста Ну что ж, вывод очень простой Не всегда заявленная цена Хороший, дорогой бренд Означает наилучшее качество Ну что ж, победитель нашего Импровизированного сравнительного теста Автомобильных пылесосов Пылесос Smart Power Самый мощный пылесос Ну и к тому же С нерешенной приятной Дополнительной функцией В виде фонарика И хитрой системы Удаления мусора Снова на нашем листоке Какие-то шланги Слава, что на этот раз течет И главное, в каком автомобиле? Ну, слава богу, ничего не течет Но с помощью этих шлангов Наши бывалые устраняют стук У автомобиля Рено Поездившего достаточно много Я сейчас покажу, как они это ловко делают Автомобили Рено Логан всем хороши Надежные, простые Долговечные Неприхотливые Причем хорошими ездовыми качествами Вот Логан 2 На сегодняшний момент Еще и красив оказался И вся забота автомобилистов Только маслом менять Да бензином заливать Но через определенное количество километров А это уже далеко за сотню Возникают кое-какие неисправности Один из автомобилистов Мы прочитали это на форуме владельцев Рено Логан Заметил такую проблему У него появился стук В районе капота И Все он проверил Никак ему не удавалось этот стук обнаружить И вот однажды Он подошел к автомобилю И взялся вот здесь за капот Потрогал его И оказалось, что вот здесь он шатается Ну вполне возможно Что такое может быть Да, на автомобиле возможно За сотню тысяч Там где пыль попадает Вот этот шарнир Крепящий капот Может износиться Он неразборный Какие варианты ремонта Здесь могут быть Первое, что предложили Бывалые На этом же форуме Это разобрать Вот этот шарнир Снять его И возможно расклепать дополнительно Проложить ниткой Еще какими-то Или уплотняющими элементами Ну это сложно И долго Ну представляется снять Один шарнир Второй шарнир А вот Вангурат предложил Самый простой вариант Он решил Поставить вот здесь Под углом Амортизирующий элемент Ну вот такую Обычную трубку Давайте это сделаем На примере Автомобиля Рено Логан 2 Сначала откроем Капот Видите как выполнен капот Совершенно современный Теперь уже Без всякой стойки А на гидроупоре Хорошая конструкция Высоко поднимается Вот смотрите Вот здесь несколько болтов Есть вот на эти болты И нужно будет Трубочку установить Можно ее поставить Вот так Крепко Да Вот А можно посадить На клей Чтобы она держалась Ну и посмотреть Подогнать просто По размеру Вот сейчас мы ее подгоним По размеру Но это очень высоко Надо подрезать Это высоковато Сейчас подрежем Прямо по месту Аккуратно будем подрезать Вот наш амортизирующий элемент Еще раз присматриваемся Ну вот так будет В самый раз Смотрите Вот здесь Трубка встала Как раз Прям под Чуть выше Уплотнитель Уплотнитель тоже является Амортизирующим элементом Но со временем он будет просаживаться Все Теперь мы закрываем капот И я думаю Что вот так вот Будет держаться Абсолютно надежно Вот и подошла к концу очередная программа Надеюсь эти советы вам понравились Они пригодятся А про пылесосы я точно знал Самый дорогой фирменный Не значит самый лучший Да Пригодятся и эти шланги И отличный совет По ремонту двери Тоже приемлемо для всех Ждем ваших писем Присылайте на адрес Электронной почты Телеканала Автоплюс Лучшие советы Мы попытаемся Выспроизвести В нашей студии И показать До встречи Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok